Уже сегодня Виталий Пашин стал первым партийным претендентом, который подал документы на выдвижение в областной избирком. Бумаги принес в 11 утра, всего на полчаса, опередив потенциального соперника от родины Сергея Смышляева. С иголочки одетый Виталий Пашин появляется в здании избирательной комиссии за 83 дня до выборов. В числе документов, что рассматривает комиссия, сведения о недвижимости за границей и источниках дохода. У кандидата на кресло губернатора не должно быть никаких секретов. Сегодня на руке у Пашина недорогие часы, а плетеный браслет, похожий на талисман. Видимо, на удачу. Так в предвыборной гонке он становится первым не самовыдвиженцем, а партийцем, который выразил желание возглавить регион. Работаем независимо от выборов и будем продолжать работать. Вот наше преимущество. Следом за Пашиным претендент от партии Родина Сергей Смышляев, владелец нескольких бизнесов. Часть из них связана с офисной техникой и лесопереработкой. Говорит, работает с 16 лет и теперь готов трудиться для региона. Вперед, вперед, и не шагу назад. Работать усердно, усиленно, продумывать каждый шаг и все тогда будет область просто хорошо. И тогда не как поговорки, да, хорошо там, где нет нас, а будет хорошо, кто живет в Челябинской области. После подачи документов кандидат обязан открыть свой избирательный спецсчет, который может пополнять сам кандидат, его политическая партия и другие физические и юридические лица. Средства фонда будут расходоваться исключительно на предвыборную кампанию. Открытый счет нужен для прозрачности политической борьбы. Предельная сумма избирательного фонда сейчас равняется 150 миллионам рублей. Это, естественно, не говорит о том, что этот фонд должен быть наполнен полностью. Каждый кандидат сам определяет сумму. Это просто предельная сумма расходов. Мы специально анализировали те субъекты с похожей численностью и, скажем так, мы даже поскромничали. Ранее свои кандидатуры в избирком представили самовыдвиженцы. Это бизнесмены Сергей Морозов и Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, а также Алексей Текслер.